846-й день войны. Финобороны сменили сразу четырех заместителей. Многие в засреде надеялись, что со сменой министра изменится и подход. Места будут занимать компетентные люди с опытом. Однако Путин назначил коррупционеров, которые не имеют никакого опыта, связанного с армией. В частности, свою племянницу, одну из богатейших женщин России, именно благодаря коррупции. Подробности через несколько минут. Сразу три нефтебазы атакованы минувшей ночью. Две в Ростовской области, одна в Краснодарском крае. Мощный пожар был виден отовсюду. Дипстейт сообщает подробности о том, как российские солдаты оказались заперты на агрегатном заводе в Волчанске и почему к ним не могут прорваться российские силы. Зет-каналы жалуются на алкоголизм в войсках. По сообщениям военблогеров, на Херсонском направлении проблема достигла невероятных масштабов и с ней срочно надо бороться. А Россия наконец признала, что самолет А-50 был сбит в СУ. Обо всем этом и многом другом свежей несводки, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Все эти действия помогут продвигать видео, особенно ваши подписки. Ну а также можно поддержать канал финансово. Ссылка на патреон будет в описании. Благодаря вам канал остается независимым и, собственно, регулярно освещает происходящее. Итак, атаки по нефтебазам. Сразу две нефтебазы были атакованы сегодня ночью в Азове. Это Ростовская область. Астра выяснила, что в порту Азова в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО «Азовпродукт» и ООО «Донтерминал». В первом дрон попал в резервуар с нефтепродуктами. Произошла утечка и пожар. Во втором дрон попал в пустой резервуар. Он частично разрушен. В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделение МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Как вы видите по фотографиям и видеозаписям, там действительно масштабный пожар. О том, что все БПЛА были сбиты, в этот раз почему-то не сообщается. Хотя подождем сообщение Минобороны. Может быть именно там это будет указано. А осколки традиционно будут признаны причиной того, что активно в Ростовской области просто небо, все в дыму, а пожар видно за много-много-много километров. Успешная атака, которая мешает поставке, собственно, топлива в войска прямо здесь и сейчас. Собственно, Ростовская область это область, которая является одной из точек входа в Украину для российских войск. Уничтожение там нефтебаз, топлива, они снижают логистические возможности российской армии в моменте. Это не имеет долгосрочных последствий здесь и сейчас, в отличие от НПЗ, но тем не менее, имеет последствия для конкретных наступлений вот в эту самую секунду. Еще одна нефтебаза атакована ночью в Тимурюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщают источники Астры. В районе полуночи, 18 июля, жители Тимурюкского района сообщили в местных чатах о взрывах, однако официальной информации от властей или Минобороны России не последовала на настоящий момент. Астра выяснила, что атакован был терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО «Югнефтемхимтранзит» в поселке Чушка. Возник пожар, повреждены трубопроводы, технические помещения. Пострадавших нет, сообщил Астра источник в экстренных службах региона. Предварительная атака была совершена с помощью украинских ракет «Нептун», что отдельно интересно, потому что как это работает, как ракетами туда запульнули и прочее, это еще такие довольно открытые вопросы, но, собственно, информации про эту конкретную атаку довольно мало. А что касается Ростовской области, то, опять же, украинские беспилотники прекрасно сработали. Будем надеяться, на этой неделе мы еще не раз увидим их работу. Я так понимаю, это лютые, тот самый украинский беспилотник, который довольно успешно реализует атаки вглубь непосредственно Российской Федерации. И, собственно, на них есть какие-то, ну, там не до конца понятно, там разные ходят слухи, что значит, у них есть какая-то система искусственного интеллекта внутри, ну, или там система, там, то ли донаведение, то ли определение цели, то ли еще чего-то. В общем, пожелаем им удачи в этом нелегком деле. Мы видим, что удары Украины по чувствительным для России объектам не прекращаются. Не прекращаются удары по российской структуре управления. Блин, ну, вы знаете, что это моя любимая тема, все, что связано с Белоусовым, потому что моя ставка сильно отличается от мейнстримной ставки, которая есть и у Z-каналов, и у коллег, хотя какие они мне коллеги, ну, в общем, из всяких мейнстримных аналитиков и мейнстримных медиа, антипутинских в том числе, которые рассказывают, что Белоус вот придет, порядок наведет, значит, что сейчас вот Министерство обороны России зацветет, запахнет, и, значит, сейчас там все поменяется. Действительно, изменения происходят, но вот хорошие ли они? Большой-большой вопрос. Владимир Путин в понедельник обновил руководство Министерства обороны, назначив новых заместителей министра. Среди них оказалась в том числе его двоюродная племянница Анна Цивилева, которая до этого возглавляла фонд «Защитники Отечества». Кроме нее, кресло замминистра занял также сын экс-премьера Михаила Фродкова Павел Фродков. Собственно, Путин своим указом освободил от должности первого замминистра Руслана Цаликова, а также заместителя Николая Панкова, также статс-секретарь Татьяну Шевцову и Павла Попова. Вместо Цаликова занял Леонид Горнин, бывший первый замминистра финансов. Цивилева и Фродков получили кресло обычных заместителей. Как пояснили в Минобороны, на новом посту будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных, выводить их на новый качественный уровень. Место заместителя, руководителя аппарата министра обороны досталось бывшему аудитору счетной палаты Олегу Савельеву. Анна Цивилева одна из богатейших женщин страны, как я уже упомянул, не из-за таланта, а из-за коррупции. В Z-каналах, естественно, ликование, особенно по поводу ухода Цаликова, который, по их данным, курировал информационную политику в ведомстве, закручивая гайки, в том числе для военкоров, и запрещая говорить о проблемах в армии. Однако, ну, это радость и ликование. Оно, во-первых, каждый раз происходит, когда кого-то на кого-то меняют в Z-каналах. Работа у них такая, значит, начальственные зады вылизывать. А во-вторых, ну, вы вдумайтесь в это. Взяли и сняли четырех заместителей министра. И не поставили на их место никого, у кого бы был опыт хоть какого-то взаимодействия с армией. Вообще никого. То есть поставили вообще хер пойми кого. Ну, то есть Цивилева, она вообще, она настолько не по профилю. Это настолько непотизм, это настолько коррупционная история, что просто, ну, диву даешься, как это вообще стало настолько на показ возможным, и как вообще себя чувствуют те, в том числе, Z-каналы, которые об этом говорят как о чем-то хорошем. То есть женщина, которая воровала на всем, на чем можно, теперь будет заниматься по всему постройкой жилья для военных и льготами. Я не знаю, слушайте, если они раньше что-то получали, то теперь готовьтесь вообще без штанов остаться. Базово, как я и говорил, у Белоосова своей команды нет. Поэтому его команда, это будет сборная солянка. Причем сборная солянка из близких ему, как это сказать, близких ему по духу людей, в том смысле, что там не будет ни профессиональных военных, ни людей, которые хоть что-то понимают в армии. Нет, они сейчас начнут. Я вам говорю, вот просто запомните этот твит. Они начнут проводить аудит всего, что есть. В итоге просто замедлится и производство, и доставка в войска, и, собственно, взаимодействие между войсками. Потому что что такое аудит? Аудит, это когда вы приходите и начинаете изучать, типа, какие есть проблемы, на что денег тратится больше, чем надо, и так далее. Аудит никогда не приводит, не знаю, к увеличению ресурсной базы или там к тому, что вам говорят, ой, знаете, у вас сотрудников мало, мы вам еще добавим. Нет, говорят, сократить 20% здесь, 20% там и прочее, прочее, прочее. И вот это все происходит во время российского наступления, я напоминаю. Армии, которая умеет воевать только перерасходом ресурсов и ничем больше, скидывая вместо одной бомбы 10, вместо одной нормальной 10 кривых, да, и посылая людей в мясные штурмы. Вот как умеет воевать российская армия. Больше никак не умеет. Поэтому аудит во время этого, то есть отрезание фактически от перерасхода ресурсов, ну, это катастрофа для российской армии. Побыстрее бы она случилась. Очень-очень жду. Впрочем, опять же, да, может вообще ничего не поменяться. Ну, то есть, если они вообще ничего не будут трогать, просто будут сидеть и подворовывать, то, может быть, ничего и не изменится в этом смысле. В любом случае, никаких позитивных изменений я просто не жду не только потому, что я предвзят, а я, безусловно, да, но и потому что... Слушайте, ну, это путинская система. И в рамках путинской системы сменили министра, при этом не наказали предыдущего министра, то есть не маркировали его как что-то плохое. При этом новый министр не имеет никакого опыта в этой сфере и за несколько недель с момента назначения так ничего не сделал. Вообще ничего. Ничего не поменялось. Все так же врут. Об этом мы еще поговорим сегодня. Все так же врет Минобороны о том, что они там захватили и так далее. Все так же казаться, а не быть, это главная скрепа российской армии. Ну, и все так же, как бы, местные штурмы. И сейчас еще хуже с этим стало. Поговорим про раненых, которые отправляют в бои. Это, видимо, оптимизация по-белоусовски. То есть берем людей, которые не могут воевать, и кидаем их воевать. Ну, а что? Не пропадает же добро. Лучше же мертвый российский солдат, чем российский солдат, которому надо помощь в госпитале оказывать. Правда же? Ну, видимо, именно такой оптимизатор Белоусов. Поживем-увидим. В любом случае, сегодня, я думаю, мы с вами поподробнее поговорим, потому что есть расследование, в том числе про эту Цаликову. А вот я сделал утверждение, что она самая богатая, одна из самых богатых женщин России благодаря коррупции. Ну, а доказывать я его планирую или нет? Зададите себе вопрос. Докажу обязательно, дорогие друзья. Но уже, наверное, в отдельном ролике, потому что я, опять же, так люблю эту тему, что готов о ней говорить. Если они бесконечны, то как минимум очень много. Собственно, ближе всех к правде, наверное, этот канал Fighter Bomber, который я написал следующее. Рэмбович. Это зачем-то они так Андрея Рэмбовича Белоусова называют. Это, не знаю, это как, помните, был этот у Ник и Майк перехват переговоров, типа, значит, про Лукашенко, типа, да, он оказался крепким орешком. Вот так же нелепо и неуместно выглядит это Рэмбович, тем не менее. Рэмбович набрал себе команду. Собственно, что-то тут комментировать бессмысленно. Каждый новый начальник первым делом избавляется от друзей старого начальника и ставит своих друзей. Это как базы, пишет Fighter Bomber. Слушайте читать мамкиных инсайдеров о том, какие они все высококлассные профессионалы, такое себе я не припомню, чтобы кто-то из тех, кто сейчас рассказывает о революционных революциях и новейших высоких профессионалов хоть слово хуже сказал о предыдущих высокопрофессиональных профессионалах. Все они были мега супер, а оказались немножко Тимурами Ивановыми. Так что это все шум, пишет Fighter Bomber. Ну а насколько они хороши, покажет время. И в текущих реалиях ждать нам совсем недолго. Ждем, надеемся и верим. Собственно, что нам еще остается, задается вопросом Fighter Bomber. Ну что остается, войска из Украины вывезти, прекратить убивать людей и заняться, типа, своей страной и своими проблемами. Кстати, о войне и войсках, и проблемах. Собственно, давайте переместимся теперь в Волчанск, где есть агрегатный завод. Уже многострадальный за эти дни, наверное, много кто узнал про его существование в Волчанске, около реки. И вот Deep State показывает хронологию боев в районе агрегатного завода для того, чтобы вы и я, мы все имели больше представлений о том, что же там произошло. Во-первых, мне кажется, что уже как бы это фактически установленная история. Это уже не из разряда догадок, а слишком много источников признали, что история с этим агрегатным заводом существует. Итак, что пишет Deep State? Хронология боев в агрегатного завода в Волчанске. Цель публикации, пишут они, избежать манипуляций со стороны лиц, имеющих такое же отношение к оперативной обстановке, как Илья Кива, к здравому смыслу. Россияне с первых дней боев за город зашли ДРГ на завод, где закрепились по меньшей мере в нескольких корпусах и главном здании. Противник находится там больше месяца, отмечает Deep State, то есть с самого начала наступления на Волчанск. Ориентировочно 20 мая. Россияне контролировали проход на завод через Горький парк. Удавалось ли перерезать проход до 1 июня, Deep State неизвестно. Известно, что 1 июня пулеметные расчеты сил обороны взяли под контроль подходы. Враг доставляет воду и продукты в окружение дронами. 6 июня произошел следующий прорыв врага на завод в составе 5 человек. Добрался только один. 8 июня на завод прорывается уже группа из 15 человек. 13 или 14 июня прорывается целая МТЛБ с подкреплением ИБК. Прорыв МТЛБ, кстати, со своей стороны могу подтвердить, собственно, мои источники. Опять же, мне не нравится эта фраза, мне не нравится использовать источники как таковые. Но, скажем так, такая информация мне тоже приходила. На этом описание Deep State и ситуации заканчивается. То есть действительно есть российские войска, действительно окружены на этом агрегатном заводе. Ждем каких-то изменений, ждем каких-то видео, будем надеяться. Там как была история, что как будто удалось чуть-чуть им пробить, но потом они были возвращены. Ну и, в общем, по информации украинского военнослужащего Станислава Бунятова, Вооруженные силы Российской Федерации регулярно предпринимают попытки пробить коридор до агрегатного завода, чтобы соединиться с заблокированным там взводом ДРГ. В то же время ВСУ бьют по заводским зданиям корректируемыми авиабомбами. И в итоге пока пробиться россиянам не удалось к своим запертым товарищам. Что происходит на донецком направлении? Украинский военный ведущий телеграм-канал Офицер пишет, что Георгиевка находится на 30-50% под контролем ВСУ. Тем самым он опровергает слова Юлиана Ребки из Бильд. Традиционно Юлиана Ребки немножечко не душе опережает события. Она наводит какие-то панические настроения, на мой взгляд, не очень уместно. Но, впрочем, тут что поделать, знаете, есть какие-то истории, которые как бы уже есть. И невозможно на них повлиять. Он подтверждает, вот этот украинский военнослужащий, подтверждает наступательные действия россиян в направлении Максимилиановки, однако уточняет, что прорыв смог осуществить только один БТР, который был сразу же поражен. Автор канала признает штурм Георгиевки с помощью бронетехники, в результате которого село было почти сохвачено. Однако отмечает, что той же ночью все потерянные позиции были отбиты. Таким образом, по его словам, линия фронта проходит как раз по Георгиевке. И она понимает, что есть видео того, как выглядел этот штурм, и как россияне потеряли 13 единиц техники в нем. Действительно, украинские солдаты сначала отступили, а потом по сообщению. Украинских солдат после нанесения огневых поражений, отступления уже российских солдат, значит, часть Георгиевки вернули назад. Его коллега Станислав Вунятов сообщает, что соседние Поросковиевки в СРФ смогли закрепиться только в одном доме на окраине села. Он также отмечает, что российская пехота на бронетехнике пыталась штурмовать Константиновку. По его словам, бронетехника была подбита, однако десанту удалось закрепиться на расстоянии 500 метров от села. То есть наступление России продолжается, попытки России продолжаются, используется техника, используется живая сила. Техника, скажем так, потрепанная, живая сила тоже не хватает, но есть и победы у Министерства обороны Российской Федерации. Миноборона РФ заявила о захвате Загорного в Запорожской области, в котором в 2001 году проживали аж 14 человек. Юрий Котинок, ЗВНК, в свою очередь, отмечает, что село находилось в красной зоне, то есть под контролем вооруженных сил РФ как на российских, так и на украинских картах уже в течение долгого времени, а его «освобождение» было объявлено сейчас, вероятно, поскольку больше похвастаться на фронте нечем. Впрочем, в ЗВНК поясняют, что ВСУ были выбиты из Загорного еще в 2023 году, но обосноваться там крепко удалось якобы только сейчас. Стоит напомнить, что буквально неделю назад Минобороны РФ уже отчитывалось об так называемом освобождении двух подобных сел. Тимковки в Харьковской области и Артемовки в Луганской области. При этом Тимковка была упразднена как село в 1987 году, а в Артемовке, переименово в 2016 году в Мессожаровку, по данным переписи 2001 года, проживали 37 человек. То есть вот эти победы российские рисуются, опять же, для информационного эффекта, потому что когда в заголовке идет название села «Россия захватила то-то», «Россия захватила то-то», никто не вчитывается, а что там, помните, Сака и Ванс эти села, которые Чавакова захватывал, в котором до войны было сколько там, четыре жителей, шесть жителей, я не помню. Вот и здесь абсолютно ради пиар-эффекта, никак не коррелирующий с реальностью, в том смысле, что никаким образом не говорящий о поле боя и о том, что на нем происходит, просто какие-то села упомянули, даже не села, это даже не дом с улицы, это может один дом стоит, два дома стоять, просто упомянули для того, чтобы информационный фон был хороший, для того, чтобы в информационном фоне как бы числилось, что вот, смотрите, значит, продолжаем идти вперед, продолжаем захватывать. Украинские войска, в свою очередь, тоже захватывают практически дома, но скорее с сараи. В СУ впервые удалось захватить российский танк с Альмангалом, взять экипаж в плен и отогнать машину своим ходом к украинским позициям. Согласно геолокации осинт проекта «Киберборошна», это произошло в районе Клещиевки. Канал «Нептиск» уточняет, что в основе конструкции лежит танк, Т-62. Вот видео, как его захватывали. И мы видим прекрасно, что, ну, опять же, кто не на новенького здесь, тот знает, что я предполагал, что вот этот вот хайп по поводу мангалов на танков, вот этих вот превращений их в сараи, это немножечко, ну, такой оверхайп, что на самом деле это не станет постоянной практикой, и более того, это не является надежной защитой, что на самом деле довольно ситуативная вещь, которая скоро, ну, будет, что называется, повержена. И вот мы видим просто сбросами, просто сбросами танк остановлен и захвачен. И все. И никакой сарай и мангал не помог, даже не впередронами, а просто сбросами. И я думаю, что так будет дальше. Я не думаю, что эти мангалы будут продолжать, ну, в смысле, сараи прям полноценно делать в таком объеме и количестве, потому что эффективность непонятная, уходит много чего. Я вот видел, значит, такой навесной мангал на танке, блин, фотку не скинул, ну, ладно. Там, где, можете посмотреть в канале «Карта и стрелочки», это канал, который в Телеграме, его ведет Ян Матвеев, хороший канал, всем рекомендую, не всегда с ним согласен, но всегда смотрю, что он там пишет, довольно интересно, довольно интересные разборы. В любом случае, значит, там вот такой танк, и на нем сверху в виде мангала динамическая защита. И как справедливо там писал Ян Матвеев, а потом жалуется, что не хватает динамической защиты. Ну, конечно, типа, если вы столько ее тратите просто в никуда, то ни хера, ну, как бы, то зачем потом жаловаться, что у вас динамической защиты не хватает. Вот, в общем, мне кажется, что вся эта история со сараями, она как бы близка к своему завершению, и мы поздрим в будущем, мы перестанем их видеть. Обратный тренд тоже не очень, честно говоря, надежен. О чем я говорю? О доставке боеприпасов с помощью таких, ну, как это сказать, ну, да посмотрите сами. Вот телеграм-канал Russia No Context публикует видео, снятое российскими военными, где показана доставка припасов на фронт с помощью мотоблока. Судя по всему, такой вид транспорта достаточно широко используется в вооруженных силах Российской Федерации, пишет издание Insider в своей ежедневной сводке, тоже, кстати, рекомендую. Они так, к сожалению, не вынесли ее на главную, поэтому, чтобы ее найти, надо зайти в новости на сайте Insider. И вот там, причем нет названия отдельного у сводки, у сводки нигде не написано, ну, в смысле, в самом названии не написано, что это сводка, там просто набор каких-то событий. В общем, найти ее довольно сложно, легко потерять и невозможно забыть, но в любом случае Insider большое спасибо за эти материалы. Они намного-намного более качественные, чем, например, тот же, та же сводка от Медузы, которую они делают, типа, по дням. Итак, они пишут, что достаточно широко используется в вооруженных силах РФ такая практика, например, в последние месяцы сообщалось как о доставке мотоблока российским солдатам, так и о поражении уже поступившего мотоблока скидами. Значит, что за история с этими мотоблоками, почему это безумие абсолютное? Ну, это антоним сарая, да, то есть он ничем не защищен, вообще на нем ничего нет, а даже если поставят у него мангал, у него будет нулевая эффективность. Это буквально такая мишень, которая едет. Мишень не очень эффективная, потому что она не очень быстро, не очень проходимая, и просто достаточно прилета одного сброса, достаточно прилета одного FP-бедрона для того, чтобы там образовался гигантский взрыв от снарядов, который он везет, и все. Поэтому это такая довольно, ну, видимо, тактика от отчаяния, потому что, ну, вообще есть специальные, да, там, устройства, средства перевозки боекомплекта, более маневренные, более быстрые, более устойчивые, более защищенные. Здесь же, как бы, человек вообще ничего не спасет, но вот мы можем посмотреть видео со скидами, там повезло, собственно, наездникам, потому что рядом с ними скид упал. Не на мотоцикл сам, ну, мотоблок, не на мотоблок сам, а и не на тележку со снарядами, а просто рядом. И то один из них хромает, то есть, видимо, зацепил каким-то там осколком или еще чем-то. Вот, ну, в общем, если такой попадет просто непосредственно в водитель, или в тележку, там просто все бабахнет, и все. Но на этом проблема российской армии не заканчивается. В Z-канале «Два майора» публикуют письмо о проблеме с иностранцами в российской армии. Собственно, российские военнослужащие, которые воюют в Запорожской области, пишут, что к зачисленным в российские подразделения бойцам, которые плохо знают русский язык, следует обязательно представлять одного русскоязычного. Приводится конкретный пример. Был подбит украинский дрон. Он упал, но не взорвался. Невладеющие русским языком военные подбежали к нему радостно, как дети их не успели окрикнуть. В итоге произошел взрыв, и некоторым из них оторвало руки, пишет, собственно, Z-канал «Два майора». Вообще история с наемниками российскими довольно интересная. Их становится все больше и больше. Не потому что все больше желающих, а потому что активно вербуют, причем зачастую вербуют обманом, обещают там надежную работу в России и все такое, привозят и отправляют на фронт. Почему еще интересно и симптоматично? Потому что, как вы помните, Россия постоянно говорит о наемниках в Украине и все такое. На самом деле, как всегда, это такая зеркалочка в голове, или как это называется, проекция называется, что Россия проецирует свои собственные проблемы, свои собственные комплексы, свои собственные действия на своих оппонентов. На Запад, на Украину, на кого угодно еще. Но, опять же, проблемы в российских войсках на этом не заканчиваются. Там очень широко распространена история, связанная с алкоголизмом. По крайней мере, об этом пишет зэканал «Позывное Сетин». В его канале описывается проблема алкоголизма среди российских военных на херсонском направлении. Вот что он пишет. Сейчас будут маты. Уберите детей от экранов. Снова хочу осветить проблему бухла на херсонском направлении. И у нас становится все больше и больше. Этот процесс уже не могут остановить энтузиасты. Крыша из-за лупы очень сильная. И находятся они как и в гражданских, так и в силовых ведомствах. Можете меня закидать камнями, сказать, что не пить, не бухать на фронте невозможно. Но это не так. На данный момент очень большой процент погибших на направлении синька. Бухают практически все. Я понимаю, вы устали, братва, но думайте о своих людях. Сколько раз уж синька убила многих людей. Неаккуратность, похуизм. Все проявляется, когда ты бухаешь, что в свою очередь приводит к смерти. Ладно еще к своей смерти, но когда из-за одного гребаного синяка погибает полуроты, тогда уже бывает обидно. Когда этот синяк начинает стрелять по своим, вдвойне обиднее. Понимаю, что стреляют не все. Если вы не можете уже не бухать, да сядьте вы в закрытое помещение. Закройтесь на 40 замков и нажритесь. Так даже выйти не сможете. Да, я не могу говорить уже по-другому, потому что это выходит за все рамки. Когда человек идет штурмовать крынки острова бухой, то его отряд обречен на гибель. Практически никто не может остановиться на 100 граммах. Можете говорить мне, что я не прав. Но уже очень много случаев, когда по вине синьки погибали очень много людей. В Херсонской области нет никаких ограничений по бухлу. Вояки закупаются сотнями литров уебанных барыг, которые толкают эти сотни литров водки других тяжелых напитков ежедневно. В Херсонской области нужно хотя бы уменьшить количество возимого алкоголя. Если мы хотим ежедневно терять десятки людей, а то и сотни, воюя через Днепр, то, ради бога, бухайте, нажирайтесь, как не знаю кто. Но если мы хотим выиграть эту войну и терять меньше людей по глупости, то будьте добры, следите за ввозом алкашки. Я не удивлюсь, что скоро барыги уже и на острова, где проходят бои, будут заплывать и продавать бухло. Не погибайте по глупости, товарищи. Понимаю, что бухла меньше не станет, но я надеюсь на здравость ума товарищей, которые читают с направления синька на фронте злой смерть. В первую очередь не тебя, а соратников, пишет он. Но видно, что у человека накипело. Но, опять же, как я неоднократно говорил, если хотите узнать то, о чем другие будут писать через пару месяцев, то милости просим, так сказать, на канал Мейкл Найки. Здесь мы про алкоголизм российских войсках говорили неоднократно. Будет только нарастать. Сам я, например, не пью алкоголь уже три года. Не то, что прям этим сильно кичусь, я не имею ничего против тех, кто пьет. Но российским солдатам особенно могу сказать, ребята, бухайте как не в себя. Во-первых, потому что завтра вы умрете, условно завтра. Лишитесь конечностей, всего такого. У вас нет возможности вернуться на родину, у вас нет жизненных перспектив. Если вы вернетесь домой в Россию, то у вас там будут большие проблемы с работой, с вашей семьей, особенно если вы станете коллегой. Поэтому бухайте, бухайте, ребята, как не в себя. Бухайте, колитесь, юзайте все подряд на здоровье. Лишь бы поменьше вы убили людей и побыстрее бы перестали быть оккупантами и фашистами. То есть перестали бы существовать. Поэтому могу только поблагодарить тех, кто поставляет алкоголь в Херсонскую область в таких количествах. Продолжайте в том же духе. Ну вообще, действительно, большие проблемы с личным составом. И вот по этому поводу почему-то Z-каналы мало возмущаются. Хотя, казалось бы, раненые и больные люди, они в бою даже опаснее, чем люди бухие. Собственно, в очередной раз стало известно про то, что раненых ведут в бой. И раненых из воинских частей, базирующихся в Мулино, в Нижегородской области, отправляют обратно на войну из отпусков по ранению. Об этом сообщило издание «Астрон», находящийся на лечении участник подразделения «Шторм-Ви». Это зэки. Как сообщается, за ленточку, то есть на оккупированную территорию, отправляют военнослужащих с неизлеченными осколками и даже переломами. Находящихся в отпусках по ранению военных из военной части 525-62, 369-94 и 184-25 отправляют обратно на войну. Речь идет о 153-272 и других полках, которые базируются в Мулино Нижегородской области. Об этом «Астрон» рассказал находящийся на лечении участник подразделения «Шторм-Ви», состоящего из бывших заключенных. По его словам, неделю назад командование выпустило «Пригаз», согласно которому в больничные отпуска больше никого не отпускают. «В пятницу выписали парнишку с моей роты. Я ему говорю, езжай, в часть узнай». Он приехал, а его отправили за ленточку в Луганскую область. «Он небоеспособный», — рассказал Александр. Имя изменено примечание «Астры». «У всех уши порваны, осколки в руках, ногах. Никому ничего не достают. Люди с переломами туда поехали», — говорит Александр. «В документе, который прислал Александр, сказано лишь про спецконтингент, то есть «Шторм-Ви». Но, по его словам, сейчас даже обычные контрактники оказались в этой куче. Отправляют даже с гипсом. Говорят, будет у тебя реабилитация в ЛНР. «Какая там может быть реабилитация, если там постоянно прилеты», — добавляет мужчина. Сейчас он находится на лечении в госпитале с осколочными ранениями и баротравмой. Мужчина оглох на одно ухо. Через неделю ему предстоит выписка и обращение в воинскую часть, в военную часть. Александр также прислал аудиозапись разговора военных с командованием в расположении части. На записи мужчины жалуются, что им с ранениями запрещают идти в госпиталь. Говорят, мы никто и звать нас никак. В конце концов, представитель командования обвиняет записавшего аудиозапись военного в алкоголизме. А после заканчивает разговор так. «Рот закройте свой нахуй, пошел ты, блядь, со своими осколками нахуй, не беси меня, блядь, поубивал бы вас нахуй». Накануне Астра писала о 15 находившихся в отпусках краснодарских военных, которых обманом заманили на ВВК в Ростов. Вас затем отправили в штурмовой отряд. Один из них уже погиб, один ранен, трое смогли сбежать с полигона. В общем, не попадайте в российскую армию. Если уже попали, бегите из нее как можно скорее. Все российская армия, российские командиры, российские власти сделают все возможное, чтобы от вас ничего не осталось. Как ничего не осталось от самолета А-50? И тут произошло немыслимое. Россия впервые признала, что А-50 сбили украинцы. Произошло это над Краснодарским краем, напоминаю. И что, собственно, сейчас случилось? Почему признали? Московский суд обвинил в произошедшем украинского полковника. Власти России фактически признали, что в феврале 2024 года вооруженные силы Украины сбили летающий радар А-50 армии РФ над Краснодарским краем. Как передают российские СМИ, в связи с этим московский суд заочно арестовал полковника украинской армии. По сведениям газеты «Коммерсант», власти России подозревают украинского военного в том, что 23 февраля он отдал приказ на уничтожение самолета А-50, что привело к гибели 10 членов экипажа. В официальном сообщении российского следственного комитета говорится о том, что он сбил самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации, который 23 февраля патрулировал воздушное пространство России. Ведомство не уточняет, о каком именно самолете идет речь. В феврале командование воздушных сил ВСУ сообщало, что А-50 был сбит в районе Азовского моря. Тогда власти России эти сообщения официально не комментировали, однако они подтверждались многочисленными и российскими, в том числе и источниками. Самолет был сбит всего через 40 дней после того, как ВСУ сбили еще один российский А-50. Это произошло 14 января 2024 года. В общем, вновь подтверждение того, что эти самолеты сбивало недружественное ПВО, не сами они как-то с собой падали, а что их сбивало Украина. Это хорошая история, хорошая новость, потому что это означает, что у Украины есть ракеты. Более дальнобойные, чем предполагалась именно ракета «Земля-воздух». Сколько их, что это за ракеты, чем это можно было сбить, пока остается с загадкой. Но, тем не менее, вот в очередной раз вам говорю, что не обращайте внимания даже на каких-то закрепившихся авторитетов. Ну вот как, авторитет не обязательно же что-то плохое, да? Может быть, авторитет из того лагеря, из Z-лагеря, который вот там, не знаю, файтер-бомбер, да? Если файтер-бомбер пишет про то, что Украина сбила какой-то самолет, то, скорее всего, действительно сбила. Если пишет, что не сбила, то, скорее, не сбила. Так было раньше. Но в последнее время прям много факапов от него. Та же история со сбитым А-50. Он клялся, божился, утверждал, что у Украины ничего такого нет. И что на самом деле это все российская же система ПВО. Потом через 40 дней еще один сбили. Примерно таким же способом он снова продолжал настаивать, что это все не украинские ракеты. Но вот в итоге мы узнали, что он говорил неправду. Он был недостаточно компетентен. Поэтому еще раз читайте вообще любые авторитетные истории с большим-большим скепсисом и вниманием. И напоследок для вступления в НАТО Украина должна победить Россию. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста об условиях вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Байден верит, что будущее Украины находится в НАТО. Однако, прежде чем присоединиться, нужно многое сделать, как и любой другой стране альянса. Кирби считает, что условия для вступления Украины в НАТО понятны. В первую очередь, они должны победить в этой войне. Мы сделаем все возможное, чтобы они смогли этого достичь. Когда война закончится, неважно, как это будет выглядеть, они по-прежнему будут иметь протяженную границу с Россией и угрозу безопасности для своего народа. Именно поэтому на встрече с G7 президент подписал двустороннее соглашение о безопасности, присоединившись к еще 14-15 странам, которые также сделали это. США продолжает оказывать помощь Украине, чтобы Киев имел возможность защитить себя и работать над необходимыми условиями, которые должен выполнить каждый член альянса, в том числе работать над искоренением коррупции, добавил Кирби. Тут надо сказать, что мне нравится, что это было произнесено, потому что вот эти постоянные разговоры, в том числе в украинской среде, о том, возьмут в НАТО, не возьмут в НАТО, они порядком утомили, потому что они создают какое-то ложное обсуждение каждый раз, ложные победы, ложные расстройства и все такое, потому что объективная реальность заключается в том, что действительно Украину до конца войны не возьмут в НАТО. Однако НАТО действительно заинтересовано в Украине, потому что в первую очередь НАТО это все-таки история не про политику, не про коррупцию, не про что угодно еще. НАТО это история про оборону. Украина имеет самую боеспособную армию с точки зрения боевого опыта в Европе, в принципе, и этот опыт, безусловно, НАТО захочет воспринять, принять и воспроизвести, поэтому, безусловно, огромное количество украинских военных станут инструкторами НАТО, и, собственно, Украина-НАТО нужна даже, возможно, больше, чем Украине нужен НАТО, особенно будет нужен, когда Украина победит Россию. Поэтому, мне кажется, этот вопрос нужно уже закрыть, что, типа, пока идет война, никакого вступления в НАТО не будет, все, точка. Ну, как бы, не надо это обсуждать, не надо тратить на это время, не надо по поводу этого расстраиваться и так далее и тому подобное. А, ну и новоследок, второй последок за последком, значит, российские задканалы ищут все время повод для радости, и они вчера такое нашли. Якобы во время матча Украина-Румыния, значит, на румынском секторе вывесили флаг ДНР, что оказалось неправдой, и еще наклепали всяких фейков и вообще очень радовались. Вот, смотрите, Украина проиграла 3-0 Румынии. Что тут можно сказать, уважаемые зрители? Что можно сказать, Зет, не коллеги, значит, по крайней мере, не мои коллеги, возможно, редколлеги, но не мои точно. Так вот, что можно сказать вам, Зетники? А знаете, чего вы не увидите на этом чемпионате, и чей проигрыш вы точно не посмотрите? России. Ее больше нет ни в каких турнирах. Когда вы вообще в последний раз видели российскую сборную в каком-либо более-менее серьезном матче? Конечно, российская сборная бы проиграла. Это у нас там национальный вид спорта, не просто футбол, а футбол, в котором разносят наши команды. Но, тем не менее, пока вы имеете возможность смотреть вот украинские матчи. Поэтому здорово, что за эту общественность так пристально за ними следить. Может быть, как-то поймут, смотря на все это, что не надо пытаться уничтожить Украину и украинцев, и что лучше заниматься футболом, как минимум, а не войной. Ну, а с вами был Майкл Найки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok